Здравствуйте! На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Исторические ценности были найдены во время строительных работ в городе Трабзон, Западная Армения. В Джавахском районе Ниноцминда построят 100 мини-стадионов. Про-азербайджанские плакаты с изображением шуши в лондонском метро снимают. ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении туристического сектора Турции. Водопад Кансипи в Западной Армении взят под охрану. В 1869 году в этот день родился меценат и бизнесмен Галут Кюльбекян. Строительные работы были приостановлены из-за исторических артефактов, обнаруженных при строительстве автостоянки в районе Пазаркап провинции Артахисар Западной Армении. Администрация музея готовит отчет об исследовании. Подготовленный отчет направляется в Департамент территориальной защиты. Руководство музея отрицает обвинения в обнаружении золота в регионе. В Министерство культуры и туризма было направлено заявление о проведении раскопок в этом районе после того, как были обнаружены исторические места. По первым находкам на раскопках записано, что они относятся к периоду Римской империи. Раскопки в этом районе, которые продолжаются около месяца, на данный момент остановлены. Согласно этому отчету, территориальный совет охраны природы решает, проводить ли в этом районе масштабные раскопки или нет. В этом году муниципалитет Ниноцминда Джавахко выделил 457 400 лари на строительство 10 мини-стадионов в городе и селах. Как сообщает jnews.je, уже объявлены тендеры на их строительство. Два мини-стадиона строятся в городе, остальные 8 в деревнях. Крайний срок подачи заявок 23 марта. Муниципалитет объявил три конкурса на 10 работ по строительству мини-стадионов. После жалоб посольства Республики Армения в Соединенном Королевстве, а также ряда общественных организаций Великобритании, армянское историческое и культурное наследие в виде плакатов, представляющих Азербайджан, увезут со станции лондонского метро. Об этом сообщает посольство Республики Армения в Великобритании. Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении туристического сектора Турции в преддверии саммита на этой неделе, сообщает EUObserver. Согласно стратегическому документу дипломатической службы ЕС, Альянс рассматривает широкий спектр санкций, которые будут нацелены на важные секторы турецкой экономики. Другие обсуждаемые меры включают ограничения на кредитование европейским инвестиционным управлением и санкции в отношении физических лиц в энергетическом секторе, особенно тех, кто участвует в бурении в спорных водах Восточного Средиземноморья. Расположенный в области Чатак провинции Ван в Западной Армении водопад Кансипи внесен в список особо охраняемых территорий. Обильное течение водопада начинается в конце апреля и уменьшается в середине августа. Водопад – очень красивая туристическая зона, куда часто приходят посетители, особенно в летние месяцы. Его название, что в переводе означает «белый водопад», связано с его молочно-белым цветом, который образован из-за обильных потоков проточной воды. Армянский бизнесмен и крупный меценат Галуз Царкисович Гюльбекян родился 23 марта 1869 года в Константинополе. Он сыграл важную роль в обеспечении и доступности нефтяных запасов Ближнего Востока для эксплуатации. Галуз Царкис Гюльбекян выбрал профессию нефтяника-горняка. Он получил образование в известных европейских университетах и говорил на восьми языках. Еще в 1860 году отец Галуз Царкис Гюльбекян занимался нефтяной промышленностью, владел несколькими нефтяными компаниями на Кавказе, особенно в Баку. А с 1880 года представлял международную организацию Александра Монташева. После геноцида 1915 года он приобрел территорию в Месопотамии, чтобы укрыть беженцев. Во время Первой мировой войны Гюльбекян сформировал Генеральный комитет по нефти. У него были нефтяные месторождения в Венесуэле, Иране, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арамских Эмиратах. Он держал в руке рычаги крупных нефтяных компаний. Ему принадлежала ценная коллекция произведений искусства, в которой было найдено около 6000 оригинальных произведений. С 1920 по 1940 год он руководил армянскими школами и медицинскими центрами в Турции, Сирии, Ливане, Иордании и Ираке, а также предпринял строительство многочисленных церквей на Ближнем Востоке. В 1936 году Гюльбекян пожертвовал 400 тысяч долларов первопрестольному святому Эчмиатину. Калуст Гюльбекян умер 20 июля 1955 года в возрасте 86 лет в Лиссабоне. Его тело было похоронено в церкви святого Саркиса в Лондоне. Далее для вас ансамбль нубар «Марал Шишо». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok